Ну значит ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий хачевник крутится у границы. Хм. Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Твоего мнения не спрашивали. Ладно, проверим, что получилось. Ну, а я что тебе говорю? Нет, нет. Хм. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? До Найт-Сити доеду, а там уж что-нибудь придумаю. Ну да. Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. Да что ты говоришь? Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиенты. Он тут пару часов как. Я думал... Думал, он к тебе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Шериф местно, походу, да? Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехал? Выпить с ним чашечку кофе? Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Меня зовут Эндрю Джонс. Слышал, наверное? Да нет, не случалось. В последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сюгунов? Нет, первый раз слышу. Кажется, мы не поладим, да? Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. Причиню машину и исчезну. Мне тут ловить нечего. Твоя правда, нечего. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась, поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда? Я по дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Я же сказал, мне проблемы не нужны. Ну так и езжай отсюда, если не хочешь их найти. И так, да, мы начали игру за кочевника. И нам сразу предлагают покататься на машинке. Так, смотрим на миникарту. Нам нужна радиовышка. Вот она. Ну, далеко ехать не пришлось. Так, чтобы покинуть F. Пнуть. Вот это другое дело. Так, теперь нужно наверх. Отключаемся. Привет. Прием. Прием. А, вот. Наконец-то. Вилли Маккой. Рад тебя слышать. Ха. Не могу разделить твои радости. Мне нужна твоя помощь. Последний раз. А, опять последний раз. Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром. А тут никакой связи. Хм, окей. Скажи мне, ты вовремя приехал на место встречи? Ну да, конечно. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Такс. Ладно, только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Да, есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. Спасибо, Вилли. Я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Так, теперь нам надо на ферму. Надо, значит, поедем. Спускаемся вниз. Если кому-то интересно, я играю на видеокарте 1660. Настройки практически все на минимальных. Точнее, не минимальные и выключены. Ну, в общем... Все по минимуму. Так, новая зона какая-то. Так, нам вот сюда. Так, здесь должен быть Джеки Уэллс. Наконец-то. Я уж думал фермерам заделаться. Надеюсь, ты меня ищешь? Это ты, Уэллс? Джеки, порфавор. Яви. Тебе кажется, надо перевезти какой-то груз? Там, откуда я родом, сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция или вежливость. Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найт-Сити. За Хейвуд всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не был в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы двоюродноплемянник. Ха, да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. А, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. Ну давай загружать. А уэво. Так, а поедем мы на... Чьей? На моей, похоже, да? Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостному делу. Да уж. Так, открыть багажник. Куда ящик? Тяжелый, сука. Там, наверное, бабосики или какие-нибудь материалы секретные. Контрабандные. Так что, едем. Да поехали. Ух ты, как все ломается-то. Нифига себе. Прям круто. Ой, а это не ломается. Ладно. Так, а стоп, можно сбить? А документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Черт. Фиксер тебе ничего не сказал? А документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Скажи-ка, ты же это, раньше перевозил контрабанду? А ты что, нервничаешь? Я? Ха. Ха. Порфавор. Ну, может, немного. Так, хотел сказать, что столбы здесь сбиваются. Мы почти у заставы. Что делаем? Ничего. Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я. Тормозим. Ждем своей очереди. Направьте машину на контрольную полосу. Оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границ. Так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Так, это очень плохо. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Чингада матры. Что теперь? Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Итак, у нас есть контрабанда, которую нам нужно перевести. И... Взятка. Будем ее сейчас предлагать, значит. Зайдите в комнату номер 2. Садитесь. Бумаги? Все в порядке? Может быть. Посмотрим. Хм. Что перевозите? Там все есть. Прямо все? Вот. Еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? По-моему, вас это не касается. Вам серьезно так кажется? Честное слово. Смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Понимаю. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Так. А ты документы-то не отдашь? Не забудьте забрать свои личные вещи. Так. Это про пистолету. Не забираем. Давай сюда обратно. Осторожней с этой штуки. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелкою. Спасибо, спасибо. Найт-Сити это рай какой-то. Ну а как иначе? Они молодые, наивные. Че так в базаре делал? О, как быстро стемнело-то. Ну как все прошло? Ну, такое себе. Че расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Ну, говори уже, чего там у вас было? До таможенника козел прицепился. А не должен был? Не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки. Просто рули. Так, а вон тачки какие-то едут. Неужели по нашу душу? Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится? Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки. Окей. Блядь, он нас дал, сука, ебливый, блядь, таможенник. Блядь, он нас дал, сука, ебливый, блядь, таможенник. Который принадлежит корпорации. Повторяю. Остановите машину. Блядь, топи, топи, Джеки. Блядь. Нахуй отстреливаем козлов, блядь. так тут проще по машинам стрелять чем по именно стрелкам так ингром все вань шоу ибо Ух ты! Прям ранили серьёзно. Всё, минус три. Не рискай! Верно! Пронесло! Мы оторвались! Это-то нервник, чёрт! Жми дальше, рано выдыхать! Блядь, это чё, ещё дроны за нами полетят? Тут вроде всё заброшено. Остановимся, разберёмся кое с чем. Потом поедем дальше. Твою ж мать! Так, и чё дальше? Чё дальше? Чё за жопу не взяли? Перевезли, груз называется. Чингадо! Всё должно было пройти гладко! Без проблем! Да чё ты завёлся? Всякое случается, хватит! То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везём их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий! Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Это хамэнтэридикола. Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть? Или доведёшь дело до конца? Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдём границу. Ну, передумал. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Так, давай заглянем. Мне тоже интересно. Открывай. Твою мать! Тут написано Арасака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Ну, мамось! Игуана! С малых антильских, наверное. Чё, блядь, ящерица, что ли? Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Ну, хороший фиксер быстро сбагрит это чудо. Богатому еблану. Жалко будет её отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже имя придумал. Мэнни. Ебать как трогательно. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? Да если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать? Не будут. Мы решили разбежаться навсегда. Должно быть тяжко, когда не к кому вернуться. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдёшь в Найт-Сити. Спасибо. Будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягода. Я бы поработал с тобой ещё. Напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берём ящерку и валим отсюда побыстрее. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона стены, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити, как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдаёт тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает. Закурить не найдётся? Каждый день сюда приезжает по сто человек. Правда, через год от них остаётся только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Мордан Блэкхенд и Уайланд Бо-Бо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей лиге люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать. С чего-то начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Курат мечты. 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 Курат мечты.